YouTube, проект, интернет. В сегодняшнем видео с вами поговорим о мессенджере Viber. Я научу вас, как сделать вас незаметным для других, так сказать, контактов в мессенджере Viber. То есть, стать невидимкой, чтобы те, кто пишут ваши сообщения, вы могли их читать анонимно, чтобы о вас никто не знал, когда вы что прошли, когда вы были в сети и так далее. Если тебе эта тема интересная, ставь лайк, подписывайся на мой канал, смотри, повторяй за мной, и у тебя все получится. В общем, друзья, для этого мы переходим, собственно, в наш мессенджер Viber. Смотрите, зашли мы в Viber, да? Теперь, для того, чтобы нам сделать себя невидимым, нам в этом случае нужно сейчас перейти в настройки. Для этого мы просто нажимаем в правом нижнем углу, где написано еще, кликаем сюда, и дальше нам нужно перейти в пункт настройки. Нажимаем пункт настройки и переходим в подпункт, который называется конфиденциально. Здесь нам нужно будет отключить пару пунктов. Они находятся в самом верху, самый первый пункт там, где написано в сети. Если мы почитаем описание, то здесь у нас пишется, что этот параметр можно изменить один раз в сутки. То есть, если мы его сейчас отключим, то включить мы его сможем только на следующие сутки, потому что чаще его изменять нельзя. Это, ну, как бы запрещено правилами мессенджера Viber. Дальше, который еще пункт нам очень важен, это если вы не хотите, чтобы тот абонент, который написал вам сообщение, не смог увидеть, когда вы прочли его сообщение, то в этом случае вам нужно отключить второй пункт, где написано просмотрено. Если мы посмотрим описание, то здесь пишется, если отключить этот параметр, участники чата не смогут узнать, какие сообщения были просмотрены. Я лично рекомендую и этот пункт ставить, потому что, ну, если ты не в сети, и если ты прочел сообщение, ты по-любому сам себя вспалишь. Поэтому обязательно нужно этот пункт также отключить. Остальные пункты можете даже не трогать, потому что они, собственно, не влияют на какие-то другие функции, то есть на анонимность. Поэтому вот этих вот двух пунктов достаточно. Для того, чтобы применить данные, которые вы отключили, вам нужно просто выйти с вашего мессенджера, то есть взять его полностью, перезагрузить и зайти заново. И все, в принципе, вот эти вот настройки у вас будут применяться. Надеюсь, мое видео, друзья, оказалось для вас полезным. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте ваши вопросы в комментариях. Если вы знаете еще какие-то, возможно, способы, пишите их. Пускай другие люди читают и знают. Тем самым мы будем помогать друг другу. Как-то так. Тема эта на данный момент актуальна на 2022 год, поэтому можете пользоваться. Все супер. А также подписывайтесь, потому что у меня выходят достаточно интересные видео на все случаи жизни. С вами был Boost. Всем пока, друзья, и удачи!